Саламастар Макурмета, вот андастар. Я сегодня в своем выступлении хочу посвятить развитию и распространению коронавируса по всему миру. Я очень сильно беспокоен, вижу, что в Казахстане значительная часть населения, наверное, скорее всего, даже основная, они не представляют опасность того, что происходит. И многие считают, что это какой-то заговор, что это специально делается для каких-то целей, никто не понимает, ну, какие-то всякие теории бродят, но это первая часть, которая меня сильно беспокоит. И второе, я хотел бы сейчас проговорить по тем мерам, которые якобы приняло правительство Назарбаева, Такаева, и четко показать, что все эти меры на самом деле не дадут никакого эффекта. Более того, развитие событий сейчас так разворачивается, что если руководство страны не примет быстрые экстренные действия, то последствия для нашей страны будут катастрофическими. Как с точки зрения развития распространения коронавируса будут большие жертвы. Это пример Италия показывает, где в среднем сейчас около 700 человек в день умирает. И сегодня пришла информация, что Америка теперь уже имеет быстрое распространение коронавируса и принимает экстренные меры Америка. И я могу сказать, чуть позже рассказать, что происходит во Франции. Это все происходит на моих глазах. Поэтому, когда кто-то говорит, что это кто-то что-то придумал, я хотел бы сказать следующее, что ведущие страны мира принимают экстренные меры. Выделяются сотни миллиардов долларов в триллионы. И мы здесь не должны быть в роли недоверчивых диких людей, как, скажем, первобытных людей, наверное, или как дикари, которые вдоль Амазонки бегают мимо цивилизаций на бедренных повязках. Мы часть этого глобального мира. И если мы не будем себя вести так же энергично и цивилизованно, как ведущие страны мира, мы окажемся вообще на дне. Мы действительно окажемся на дне. Мы потеряем многие наши труды, которые были сделаны за десятки и сотни лет. Поэтому я сегодня хочу в эфире все это изложить. И более того, те меры, которые я предлагаю, их надо немедленно принять. Меня критикуют, мне пишут, говорят, не предлагайте правительству, зачем вы помогаете это удлинить срок нахождения у власти на султана Назарбаева и его режима. Но, тем не менее, я хочу это сделать, потому что на самом деле на кону стоит судьба нашей страны. То, что режим падет, я в этом не сомневаюсь. Я уверен, что это достаточно быстро произойдет. В сроке это покажет время. Но не хотелось бы, чтобы временное правительство демократического выбора Казахстана, которое придет к власти, пришло на руины и потом с руин поднимали заново страну. Вот этого не хотелось бы. Мы считаем, что мы сможем добиться перемен без всяких катастроф, энергичными действиями. И в этой связи я хотел бы сегодня в этом эфире изложить свое видение. Итак, по коронавирусу. Уважаемые друзья, я прошу вас, у кого есть возможность в интернете посмотреть регулярно сообщения, например, Евроньюз, которая объективно передает ситуацию в мире, как по развитию коронавируса, событий на мировых рынках нефти, в частности, которые являются нашим основным источником дохода. И также мы просто, если будем заглядывать, даже вот российские РБК, вы, уважаемые бизнесмены, можете анализировать уже текущую ситуацию. И все те вещи, которые я озвучиваю, они не будут являться, скажем, неким откровением. Это все просто. Итак, коронавирус чрезвычайно опасен. Даже это слово не подходит к слову «чрезвычайно». Он опаснее, чем, наверное, испанка, которая развивалась в 1918-1919 году, сто лет назад, когда испанкой, так называемой, заболела на планете 500 миллионов человек и погибло 100 миллионов. Я думаю, что коронавирус, судя по всему, более опасен, потому что сейчас мир глобальный и развитие этой болезни приводит к фактически остановке развития того или иного государства, вынуждены переходить на режим карантина, потому что еще не найдена вакцина. И потери оцениваются только в Соединенных Штатах Америки триллионы и триллионы. А сколько потерь будет в мире, никто даже не может оценить, чтобы вы понимали. Это страшная угроза, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения сохранения жизни, уважаемые друзья. Поэтому я вижу, что сейчас правительство страны объявило некий карантин и наши люди беспечно перемещаются. Так было в Италии. У меня семья жила в Италии и я был обеспокоен тем, что итальянцы вели обычный образ жизни, хотя коронавирус развивался. Они также обнимались, целовались, встречались. Итальянцы очень дружелюбный народ. Это, собственно, привело к тому, что сейчас вся Италия закрыта. Потому что они вели обычный образ жизни, они не оценили опасность. И сейчас в среднем около 700 человек каждый день умирает в Италии. И уже умирают не только пожилые, но 30-40-летние и дети. Поэтому я хочу предостеречь. Мы должны все знать, что нынешний режим лживый. Информацию правдивую вы не узнаете. Я уверен, что сейчас это уже просачивается. Многие смерти зафиксированы, но при этом эти смерти просто квалифицировались другими видами болезней. Например, двусторонняя пневмония и так далее. В январе один из врачей, я помню, видел это видео, сказал, что ситуация очень опасная в нашей стране. Он был задержан. Я знаю, что он сейчас находится под домашним арестом. Его обвиняют, что он распространял панические слухи. И он боится, что его посадят в тюрьму. Фамилию вы можете увидеть в интернете. Поэтому, уважаемые друзья, вы должны знать, что ситуация с коронавирусом черчайно опасная. Если вы сами не будете заботиться о себе, о своих близких, то это правительство вам ничем не поможет. Потому что нынешний карантин, когда этот карантин, по сути, объявлен только в Алма-Ате и в Астане, выставленный блокпосты, это говорит о том, что правительство неадекватное, режим неадекватный. Потому что коронавирус не бывает, что в одном или во втором городе. Он распространяется глобально по всей стране. Я не могу сказать, что та же самая Америка, что закрыла только Нью-Йорк или Калифорнию, один штат. Это тревога по всей стране. Это касается любой страны. Поэтому, конечно, принять такие карантинные действия только якобы решающий вопрос Алматы и Астаны, это просто неадекватно. Тем более, я сегодня увидел решение правительства, что торговые центры и рынки работают. Но непонятно, будут работать ли торговые центры в Алматы и в Астане. Но суть в том, что сейчас идут комментарии, что они будут работать везде, кроме Алматы и Астаны, которые попали в особый режим карантина. Это вообще, конечно, никуда не годится. Это придет к тому, что последствия будут у нас еще хуже, чем у итальянцев. Ну ладно, итальянцы не смогли сделать выводы на примере одного Китая. Но сейчас, когда коронавирус развивается по всему миру и последствия очень ужасные, я думаю, что нужно быть полным идиотом, чтобы не реагировать, говорить, что все это ерунда. И самое страшное, что когда правительство Назарбаева не принимает эти быстрые решения, не говорит правду, скрывает. И цена этому огромные жертвы среди нашего населения. Поэтому моя цель сейчас предостеречь наших граждан и принимать меры предосторожности самостоятельно. Какие все это в интернете есть. Я не специалист, не врач. Я не буду сейчас углубляться в эти детали. Далее. Я получаю очень много сообщений о том, что очень много людей теряют рабочие места. Те торговые места, торговые предприятия, которые работают не в сфере продовольствия или лекарственных препаратов, они безусловно потеряли выручку. Потому что сейчас те направления бизнеса, которые торгуют автомашинами, мебелью, одеждой и все прочим, они потеряли своих покупателей. Люди сидят дома, они берегут деньги, они направляют деньги на самое необходимое. И, конечно же, в этих секторах экономики полный застой. Полный застой. Людей сокращают, увольняют. И когда правительство говорит, что вы там смотрите, сохраните заработную плату и рабочие места, они пытаются действовать методами совка, административным образом. Откуда у этих предприятий будут деньги, если у них нет продаж, нет выручки. То есть, фактически, сейчас стоит речь о разорении большого количества бизнеса в нашей стране. Большое количество людей, которые работают в сфере малого и среднего бизнеса, потеряли покупателей, они не могут оказывать те или иные услуги, они несут катастрофические потери. И мир уже нашел массу способов, каким образом помогать. Англии, например, до 80% заработной платы компенсируется тем, кто пострадал от коронавируса. В Америке Трамп принял решение, каждая семья получает по две с половиной тысяч долларов, плюс за каждого ребенка пятьсот долларов. То есть, в среднем, где-то около, грубо говоря, около трех тысяч долларов получает семья. минимум три тысяч долларов, потому что если двое-трое детей, то на каждого ребенка еще по пятьсот долларов. Итальянцы, я вам уже говорил, по пятьсот евро каждому человеку выплачивают. Это все приводит к тому, что у людей появляются деньги, они могут покупать продовольствие, они могут оплачивать арендные платежи, жилье, коммунальные платежи и так далее. И вообще нет необходимости принимать меры, что нужно специально давать людям льготы какие-то, чтобы они не платили коммунальные платежи, это приводит к хаосу. Это анализировать, когда миллион людей сколько платят коммунальные платежи, это огромная работа. Какой смысл, когда нужно просто выплатить людям определенную сумму и они сами разберутся, кому что за что платить. Одним словом, сейчас развитие коронавируса накладывает соответственно на падение мировых цен на нефть. А это я, как и раньше говорил, это чрезвычайно важно для нашей экономики. Все прогнозы говорят о том, что цена на нефть уйдет ниже 20 долларов. Даже текущая цена на уровне 25 долларов за баррель это для нашей страны катастрофа. Потому что бюджет страны, доходы страны формировались из расчета 55 долларов за баррель. И поэтому, когда сейчас страны закрываются, авиационные перевозки начинают закрываться, то есть фактически между странами нет авиасообщений. Эти самолеты прекращают покупать керосин, не формируют спрос на нефтепродукты, это нефтепродукты. Люди прекращают использовать в таком режиме, как раньше, автомобили. Они не покупают бензин, дизельное топливо. Все это приводит к тому, что спрос на нефть сокращается. А мировые производители производят тот же объем нефти, а с апреля они производят еще даже больше, больше еще минимум на 10%. Избыток нефти приводит к тому, что товара становится много, а законы рынка приводят к тому, что когда товара много, цены падают. Вот собственно итог того, что сейчас происходит. То есть две проблемы, они сложились и это будет отражаться на нашей экономике. Ясно, что в этой ситуации нужно принимать экстренные решительные меры. Вся политическая система, вся политическая верхушка, кадровый набор при Назарбаеве был построен так, что люди, которые в состоянии принимать быстрые, энергичные решения, они изгнаны или уничтожены или посажены в тюрьму. Вот собственный итог этого правления на султан Назарбаева. Там вы прекрасно видите, когда он проводит совещание, он поднимает министров, они стоят как мальчишки, он их при всех избивает, по сути дела, уничтожает перед всей страной, они наклонив голову стоят и не могут звукой извлечь. Это приводит к тому, что на всех уровнях власти, акимы, областей, городов, районов, министры, депутаты, это серые личности, не случайно вы спрашиваете, а что делают депутаты или что делают министры, вы не можете понять и когда у вас проблемы, вы не видите этих людей около вас. Ни одна катастрофа, взять пример последний, Арыси, вы там не видели, чтобы прилетел президент страны и сказал, вот сделаю и через неделю все сделал. Я когда говорю президент, я говорю реальный президент, именно тот, кто реально управляет страной, а не тот Хасмежамар Такаев, который пришел, несколько слов сказал и не выполнил своих обещаний. Это, к сожалению, практика. Поэтому, когда сейчас наступает такая пора, когда нужно принимать быстро решение, к сожалению, во главе государства нет людей, способных принимать эти быстрые решения, или они делают показуху, или они эти решения не генерируют, даже если они знают, что нужно делать, они не могут предложить, потому что им страшно, когда они предложат, а эти предложения окажутся почему-то неудачными, их ждет крах, их посадят в тюрьму, выгонят с работы и так далее, поэтому эта серая масса просто ждет команды сверху. И поэтому это, по сути, верхушка генерирует непрофессиональные решения, они не могут ничего профессионального сделать. В этой связи я хотел бы просто показать на примере, который озвучил Хосмужем Артакаев, насколько непрофессиональные эти решения, они просто нарушают базовые принципы рыночной экономики, и показать, что это очередное надувательство, обман, чтобы вы наглядно увидели, помощи вам ждать при таком правительстве нельзя, что спасение утопающих в руках самих утопающих, то есть вас, уважаемые друзья, если вы сейчас не начнете нажимать, требовать, то ситуация не изменится, через 2-3 недели будет катастрофа, развитие коронавируса будет видно на поверхности, многие люди заболеют, больницы будут в течение месяца забиты больными, вам будет не за что покупать самые необходимые вещи, будет остановлена работа многих предприятий, в любом случае, когда болезнь разовьется, они будут вынуждены принять те меры, которые приняла Италия, но в более катастрофической ситуации. Итак, я хочу озвучить те решения, которые Атакаев сегодня письменно объявил, показать вам насколько это непрофессионально, конечно же, это готовили министры, другие специалисты, но какая разница кто готовил, важно кто стоит на острине, кто принимает решения, какие решения, является ли он профессионалом, сможет ли этот рулевой управиться и вывести наш корабль из этого шторма. Итак, здесь Такаев говорит, смотрите, обратите внимание, на период действия чрезвычайного положения, помимо уже принятого запрета на члении штрафа и пении, следует приостановить выплату сумм основного долга и вознаграждения по всем займам населения и вот обратите внимание, очень тонкий момент, пострадавшего от кризисных явлений. Вот эта фраза, она уничтожает все. От банков, говорит Такаев, я ожидаю полного понимания и гражданской солидарности. Я сейчас хотел бы показать, насколько это непрофессиональная фраза. Более того, западный мир, когда прочитают, что озвучивает президент, они будут в недоумении смотреть и говорить, это что мы услышали, это насколько непрофессионально. вот смотрите, остановить выплату вознаграждения банкам по займам населения. Я сразу скажу, что если, например, клиент не заплатил банку кредит, который подошел вовремя, срок погашения, или не заплатил проценты, то у банка согласно международным стандартам, так называемые провинциальные нормативы, наступает ситуация, когда он должен на эту сумму процентов отразить у себя убыток. Если ему не возвращают кредит, он снова должен в балансе отразить убыток. То есть, по сути, поставить его в зависимости от того, какой клиент, безнадежные кредиты, или 20% поставить так называемые резервы, то есть 20% сказать, что предположительно невозвратно. Я не буду здесь в тонкости говорить, но председатель Национального банка Ербул Досаев грамотный специалист, и я уверен, что его обязанность должна заключаться в том, что он должен президенту страны, пусть он даже не квалифицирован абсолютно, хоть на пальцах пояснить, что это такое. А именно, банки не могут не начислять проценты, не могут не требовать от клиента вознаграждения, вернуть кредит, потому что, например, банк взял депозит от населения, вот вы пришли и положили миллион тенге по какой-то ставке, банк взял эту сумму, выдал кому-то кредит, и если заемщик ему не возвращает, тогда считайте, что он должен поступить симметрично, банк должен сказать тем клиентам, которые положили деньги на депозит, слушай, извини, пожалуйста, вот тут такая сказал, мы тебя проценты не будем начислять на твой депозит, более того, сегодня срок пришел возврата этого депозита, ты его хочешь забрать из нашего банка, но мы тебе его не отдадим, клиент скажет возмущенно, как, мы же с тобой договор заключили, он скажет, ты знаешь, вот другой клиент, кому я выдал твой депозит в виде кредита, он не возвратил, понимаете, тогда начнется хаос, во-первых, с точки зрения пруденциальных нормативов у банка будут убытки, раз убытки, у него разные есть штрафные санкции, требования по формированию так называемого капитала банка, то есть, для того, чтобы банк был банком, перед банком существует ряд требований нормативные, как он, тогда он может существовать, как банк, если банк эти требования нарушает, его регуляторы обязаны объявить банкротом, более того, депозитор, вот, например, юридическое лицо или физическое лицо, которое положило деньги на депозит в этот банк, он ждать не будет, он скажет, верни мне деньги, и банк, если ему не вернет, то тогда клиент идет, жалуется национальный банк, у банка списывают деньги, если они есть, а если нет, то считайте, что все, вы пропали, ваши деньги не возвращаются, то есть, собственно, вот такая формировка, смотрите, банки, оказывается, у банка, от банков Такаев ожидает полного понимания, как может быть полное понимание, это вот машина едет, если в него бензин не заливает, он не поедет, ты обращайся к машине, слушай, машина, пожалуйста, вези меня, а машина ему скажет, да у меня бензина нет, так вот, собственно, и у банка такая ситуация, почему мы говорим, что эти проценты должно выплатить правительство, правительство, деньги, резервы, есть те самые 90 миллиардов, должно заплатить банку, банк, адресный этому клиенту, вот тогда это работает, это вообще полный непрофессионализм, говорит, что я обращаюсь к банкам, чтобы они проявили понимание, это просто, я считаю, позорная формулировка неграмотного человека, именно президента страны, который вообще не понимает, что такое банковская система, что такое пруденциальные нормативы, он не понимает, что такое капитал, он не понимает вообще ничего в банковской системе, и, конечно же, плохо то, что министры, которые рядом с ним ходят, тоже этого не понимают, как выяснилось, я читаю их решение, просто вам показываю, насколько непрофессионально это решение, дальше, смотрите, здесь говорится, что должны разные микрокредитные организации, которые выдают кредиты беззалоговые, они должны навести порядок в данном секторе, очень странно, когда президент страны говорит, что там нужно навести порядок, есть существующий регулятор, финансовый надзор, надзиратель, если там порядка нет, значит, надзор должен быть уволен в полном составе, это очень странное заявление, ну и представьте себе, а как можно выдавать кредиты тем или иным клиентам, если, тут я слышал такие фразы, что кредит нужно выдавать беззалоговые, по низким ставкам и так далее, ну хорошо, правительство дало деньги, тот самый триллион тенге этим банкам, банки клиентам, что называется, отдали по низкой ставке, без залогов, без ничего, а кто будет нести ответственность если клиенты не вернут кредит, банки, значит, в итоге клиент не вернет, банка разорится, потому что правительство будет требовать вернуть банки государственные деньги, а банки скажут клиент не вернул, вы понимаете, какая цепочка, цепочка, которая, по сути дела, показывает непрофессионализм, непрофессионализм самого Такаева и тех людей, кто рядом с ним работает, потом смотрите, я сейчас вернусь в малый и средний бизнес подробно, давайте мы поговорим о сегодняшнем его заявлении, что полтора миллиона человек получит помощь в размере 42 с половиной тысяч тенге, уважаемые друзья, опять же есть оговорка, что это люди, которые пострадали, лишились доходов в связи с введением ЧП 42 тысячи 500 тенге, во-первых, обратить внимание, что оказывается конкретные получатели будут определяться региональными штабами с участием Атамикен, это промышленная палата во главе с Тимуром Кулебаевым и неких общественников, то есть участие общественности, то есть мы понимаем, что это будет представители власти, опять же, плюс торгово-промышленная, так называемая промышленная палата Кулебаева, и эти деньги вы будете непонятно как получать, вы должны доказать, что да, вы потеряли свои доходы в связи с кризисом, вы же понимаете, что в реале у нас происходит, вы будете обивать пороги чиновников, пока они эти штабы по всей стране развернут, пока вы, они разработают этот принцип, механизм принятия решений, они же все чиновники, они все будут бояться, потому что они примут это решение, завтра их обвинят, что они неправильно выдали эти 42 тысячи тенге, их посадят в тюрьму, и когда там собирается серая масса, которая все всего боятся, вы же понимаете, решение никто не примет, поэтому эти деньги никто не получит, 42 тысячи 500 тенге, и во-первых, вы еще не докажете, что вы потеряли рабочее место из-за кризиса, допустим, вы работаете какой-то компанией, и у этой компании сейчас доходов нет, потому что люди прекратили покупать услуги и товары этой компании, вы придете, скажете, вот я здесь работал, эта компания перестала получать деньги от реализации своей продукции, и будет каждое предприятие ходить доказывать, их там десятки тысяч, вы утонете в бумагах, то есть вы эти деньги не получите, и когда такая говорит, что полтора миллиона человек охватит эта помощь, мы все прекрасно понимаем, что этого не будет, никто не получит эту помощь, а если получит, только тогда, когда с голоду помрут, представьте, создать штабы по всей стране, нужно набрать людей, представители так называемой общественности, там придут нуратановцы, которые будут только своим давать, это уйдет на это как минимум несколько месяцев, а ситуация такова, что нужно решение принимать немедленно, у людей доходов нет сейчас, они потеряли работу сегодня, семья хочет продовольствие немедленно, они не могут ждать, вы не имеете возможности в условиях ЧП, если она будет развиваться, ходить по кабинетам и просить эту помощь, это как, вы в маске, в костюмах, там те в маске, и два человека, космонавта будут общаться между собой, носить заразу между собой, понимаете, о мире, как это принято решение, очень просто, автоматически раздали людям деньги и они сами решают, что покупать, где, как покупать, а здесь помощь выстроена так, чтобы вы его не получили, более того, чтобы вы распространяли коронавирус, если вы заболели, что называется, понимаете, да, то есть, это совершенно непрофессионально, то есть, видно, что люди, которые принимали такой механизм принять решение, абсолютно даже не понимают, как это делается, каким это последствиям приведет, то есть, это фактически своими руками распространяет коронавирус и создают катастрофическую ситуацию, вовремя не помогая людям. Смотрите, еще дальше, это вызывает, конечно, недоумение и смех. теперь, оказывается, такая предупреждает, что бизнес, включая малый и средний бизнес, должны принимать меры по сохранению рабочих мест, не увольнение сотрудников. Вот представьте себе, вот вы руководит предприятие, ваш товар не продается, потому что люди перестали покупать, а это будет сплошь и рядом, сейчас будет в основном продовольствие покупать. Раньше у вас товар лежит на складе, вы его не можете продать, вы не можете сотрудникам выплатить заработную плату. Более того, карантин и неизвестно, сколько это продлится, из каких средств вы будете платить. В это время у этого предприятия на него щелкают проценты, кредиты и так далее, то есть, он на грани банкротства, а здесь такая грозит. Должны принять все меры по сохранению рабочих мест, не увольнение сотрудников. Это нереально. И поэтому в Англии на короткий период, три месяца, правительство, премьер-министр Джонсон приняло решение до 80% компенсировать заработную плату сотрудникам. Правительство приняло решение. Понимаете? Не просто войдите в положение, сделайте тот и так далее. Это называется просто ни о чем. А нужно принимать реальные меры, решительные, чтобы они были действенные. не просто больному погладить по спине и сказать, ну ты не болеешь, все будет хорошо. Нужно четко диагноз поставить, знать, чем болеет и быстрое решение, чтобы этот человек лечить. Вот что нужно. Вот в экономике тоже так же. И поэтому, когда говорится принять меры по неувольнению сотрудников, при этом никоим образом не помогая, это выглядит просто как беспомощный пиар-действие, который говорит, мы приняли решение на 10 миллиардов. Я вам сейчас покажу, что этих нет никаких миллиардов. Это очередной фейк, звук. Теперь смотрите, многодетные, инвалиды и другие социально выязвимые категории населения будут получать бесплатные продуктово-бытовые наборы преимущественно из отечественной продукции. Вот смотрите, из отечественной продукции, ну наверное там риск, рис возьмут, я не знаю, что мы там, зерно, наверное, мука, какой-то набор найдут. Вот представьте, вот представьте себе, что по всей стране нужно создать инфраструктуру, которая будет создавать эти наборы, где-то специально на предприятиях упаковывать, на них, это же вообще производство целое, чтобы инвалидам и многодетным матерям и социальным уязвимым слоям действительно эту такую услугу оказать. у нас в стране только по официальным данным минимум 660 тысяч инвалидов. У нас матерей многодетных более полумиллиона, социально уязвимых слоев там еще как минимум миллион. Вот представьте, что на 2 миллиона человек, которые вот сейчас немедленно нуждаются, по всей стране нужно создать инфраструктуру, кто-то должен сидеть упаковывать, создавать набор, потом определять, это собственное производство, не собственное, какая у него рыночная цена, или эта цена будет вот такая раздутая. Вы представляете, какой маразм написан в этой бумаге. Это просто невозможно реализовать, чтобы вы понимали. Звучит красиво? Да, будет набор, там национальный производитель и так далее. На практике пшик, это невозможно реализовать. Дальше. теперь смотрите удивительные вещи. Дальше такая высказался по поводу спекуляции, поручив утвердить объективно необходимый перечень социально значимых товаров, по которым ведется госрегулирование цен. Ну, во-первых, я хочу сказать, что в Казахстане считается рыночная экономика. В госрегулировании просто не существует такого понятия по закону. Нет, госрегулирование существует там, где государство владеет, например, какой-то отраслью. Действительно, государство может принять государственное регулирование через соответствующие ведомства, антимонопольный комитет или совет дикторов предприятий. Но как можно определить социально значимые товары и внести на госрегулирование? Если они на рынке, если их просто предприниматели производят зерно, муку, рис и так далее, как можно внести, ввести их на госрегулирование? Невозможно, потому что это собственность частного предприятия по закону. И никто по закону не имеет права вмешиваться в ценообразование. Цена определяется на основе спроса и предложения рыночным путем и за счет конкуренции между предприятиями. Так построен весь мир и Казахстан тоже. Если госрегулирование, как это возможно? Тогда государство должно тотально выкупить гигантский объем товаров и затем по фиксированным ценам продавать их в торговую сеть. А торговая сеть тоже частная. Тогда им нужно регулировать размер прибыли. Это тоже по закону невозможно. То есть, я хочу сказать, что вот это предложение она прямо нарушает рыночные принципы функционирования нашего государства. В принципе, как их решить? Очень просто. Людям нужно просто те самые деньги раздать, как поступил президент США. Как мы предлагаем, что каждому гражданину Казахстана нужно выплатить по 50 тысяч тенге. Тогда семья будет получать 200-300 тысяч тенге единоразовую сумму и они сами распорядятся, что им купить. Собственного производства, импортного и так далее. Они купят то, что им нужно, а не то, что будут в этот так называемый набор составлять из неликвидных товаров плохого качества, которые в принципе они не смогут сделать для миллионов. Вы понимаете? Сейчас же стоит вопрос быстро эффективной меры, чтобы немедленно к вам поступила помощь. А здесь это называется сжевать, сжевать сопли, резинку, что угодно. Теперь смотрите, я к сожалению не могу коротко все это озвучить, потому что это требует действительно анализа, чтобы вы понимали насколько у нас правительство импотент, включая самого Токаева, и вы понимаете причину. Итак, в самом начале смотрите даже фраза мы являемся свидетелем идеального шторма. У нас в Казахстане слово идеальный шторм мало кто понимает. Что такое идеальный шторм? У нас моря нет, океана нет, шторм мы наверняка только по телевизору видели, тем более слово идеальный шторм только существует в английском языке наверное понимание. И вот начинается длинная фраза, что вот весь мир валится одновременно и нефть упала, и там борьба, война, и все прочее, и мы должны объединиться. Вот все звучит. нет конкретных мер. Давайте мы посмотрим конкретные меры. Здесь они вообще несерьезные, да? Здесь вот что говорится. При остановлении выплат сумма основного долга и вознаграждение по всем кредитам малого и среднего бизнеса. Да, мы это предлагали. Проценты в течение трех месяцев государство обязано заплатить этому малому и среднему бизнесу и физическим лицам в том числе. Более того, мы предложили, что даже не то что заплатить, 10% годовых понизить. Если малый и средний бизнес берет кредит по 15-20, то сделать, чтобы ставка была на 10% годовых меньше. Тогда что получается? Тогда бизнесу действительно это облегчение, серьезное облегчение. А здесь общие слова, что нужно понизить, а как понизить? Как можно понизить, если для этих средств требуется средство? Здесь по средствам ничего не говорится. Абсолютно. Затем смотрите, говорится обнуление таможенных пошлин по критически важному импорту. Сейчас в нашей стране все будет критически важно. Почему? Потому что нужно снять пошлины практически на все товары, на все, что мы импортируем. Почему? Потому что в условиях кризиса нам важно, чтобы у наших предприятий была низкая себестоимость относительно конкурентов соседних стран России, Китая, не знаю кого еще. И поэтому чем меньше издержек, тем меньше пошлин на все, на промышленную продукцию, на медь, цинк, что угодно. Нужно отменить все пошлины до конца года. Это наше было предложение. Абсолютно. На автомашины, на мебель, на одежду, на что угодно, чтобы нашим людям как можно дешевле доставался тот или иной продукт в условии кризиса. потому что они теряют рабочие места и какая-то комиссия или министерство не может определить тот самый перечень. Нужно тотально просто взять и снять все пошлины и ключевые какие-то налоги. Вот что нужно делать. И он говорит, что для этого работа, для оценить нужно две недели. Ребята, это один день. Быстро раз, сделали все. Теперь здесь очень такие смешные вещи, местным исполнительным органам требуется проработать возможность освобождения аренды платы объектов коммерческой недвижимости. Вот представьте себе, существуют какие-то крупные центры, офисные, торговые и так далее. И компания малосредний бизнес арендует кто 100 квадратов, кто 500, кто 1000 и так далее. И вот местные власти поручаются, чтобы вот эти торговые центры или офисные центры понизили ставку. Это частная собственность. Как может Аким района или области или города влезать в эту частную собственность? Тем более их там тысячи таких предприятий крупных, которые сдают в аренду свою недвижимость. Их тысячи. и что Аким района города будет вызывать и говорить ты какую ставку установил? Давай понижай или вообще не бери. Но для этого надо разобраться. Это предприятие придется сказать слушай у меня кредит. Я для того чтобы торговый центр построить или офис центр взял кредит в таком-то банке. У меня процентная ставка такая. Если я не буду взимать аренду плату, то банк меня объявит банкротом и заберет мое имущество. Вы понимаете в какую работу вталкивают местные исполнительные органы Такаев. Президент Такаев. Он его толкает в неосуществимую работу, которую невозможно в принципе реализовать. То есть каждый пункт который здесь существует бери и просто показывай что это не рабочий механизм. То есть это в принципе невозможно. Если мы говорим о том что хотим помочь бизнесу мы знаем что в мире принимается их много таких решений. Берите пример Америки Англии просто повторяйте просто делайте разные формы помощи не только налоговые и кредиты прямые через банки но риски берите на себя потому что банки если клиент не вернет кредит банк разорится мы потеряем этот инструмент институт не важно чьяна собственность Назарбаева или нет сейчас речь идет о том что это знаете как машина такси вы не интересуясь чьяна собственность вам нужно чтобы она исполнила свою функцию вы заплатили вас отвезли вы же не спрашиваете Назарбаев владеет или нет этой машины или банком то же самое платежная система должна работать и поэтому если банки вдруг не будут брать проценты или не вернут клиенты им кредит они просто разорятся чтобы этого не было правительство должно выделить средства и заплатить за этих людей за малый средний бизнес собственно мы это предложили мы предложили что те физические лица которые взяли кредиты их 7 и 7 десятых миллионов человек минимум чтобы проценты с марта до 1 июля заплатила правительство банкам и банки спишут и все понимаете какое опять же непрофессиональное решение принимает Такаев дальше здесь говорится о финансировании на сумму до триллиона тенге но представьте себе что сейчас недвижимость объекты залога обесценились они сейчас уже не стоят этих денег у них на них спроса нет вчера какой-то объект банк оценил в определенную сумму и дал на эту сумму кредит и уже эта цена упала у него кредит невозвратный или находится в зоне риска и у банка летят так называемые пруденциальные нормативы ну представитель нас банка Ерболда Сайф это хорошо знает и вот здесь что предлагается предлагается что вот деньги выделяются но мы знаем что когда учетная ставка национальная банка 12 с половиной что значит выдать под 6 годовых это значит там будут сидеть на откатах раздавать деньги своим и опять деньги не попадут реальному сектору реальным бизнесменам тем самым малого среднего бизнеса который действительно нуждается в этих денежных средствах и поэтому мы предложили очень простое решение во первых всем физическим лицам списать проценты это оплачивает государство а всем юридическим лицам которые имеют кредит 10 годовых списать и заплатит правительство тогда не нужно давать триллионы тенге потому что банки что сделают получите триллион тенге и просто пролонгируют тем же самым клиентам кредит а на этот триллион тенге пойдут на валютный рынок и купят доллары и обвалят тенге дальше это вообще непрофессиональное решение еще раз теперь вообще дальше удивительные вещи происходят у нас были вообще трудные времена когда государство развала строил рыночную экономику и сейчас к сожалению в правительстве Назарбаева собрались люди они относительно молодые им до 40 лет кому-то чуть больше но они точно моложе меня и они не видели что такое советская административная система не видели как вручную приказами можно управлять и они получили я надеюсь хорошее образование многие учились на западе но то что происходит то что они генерируют такие мысли меня просто поражает они говорят что вот мы накажем спекуляции и все прочее спекуляция это предпринимательская деятельность раньше в советском союзе спекуляцию сажали в тюрьму спекуляция это предпринимательство это нормально в мире как можно за это преследовать тогда нужно все законы поменять вбить поправки и сажать в тюрьму людей за так называемую спекуляцию как цены на товар роняются создается конкуренция избыток этого товара и рынок сам цену роняет вниз любая попытка вмешаться административно приказать приводит к слому рыночной экономики со всеми его плохими последствиями лучший способ в мире управления это рыночный это уже доказано самые сильные экономики в мире это рыночные это Америка это ведущие страны Европы любой кто пытается сломать такого рода механизм административными советскими методами он просто уничтожает экономику приводит к дефициту товара как произошло с масками и краху краху экономики и вот сегодня что предлагает Такаев Такаев поручил Национальному банку правительству и руководству квази государственных компаний обеспечить обязательную продажу валютной выручки нужно что сделать это как это валютная выручка само предприятие определяет сколько ему нужно валюты продать то есть спрос предложений так называемый плавающий курс он формируется на базе спроса и предложения а тут по сути дела искусственно будут регулировать курс деньги заставлять предприятие продавать валюту скупать его то есть участвовать в искусственном развитии нерыночной экономики вы понимаете куда мы катимся мы катимся с совок мы таким образом не формируем рыночное государство это отсталое примитивное государство я уж не говорю о том что для этого нужно принять законы а законы конечно можно их за 5 минут собрать парламент они поставят печать и все можно но вообще такие вещи принимаются на урны парламента там дискуссии все прочее это опять долго а не нужно этого делать все должно определяться рынком опять нарушается базовый принцип развития экономики рыночной экономики дальше что бы я хотел бы еще откомментировать здесь такая очень такие интересные фразы сказал я его хочу процитировать хорошие слова управлением государством в настолько непростой ситуации должно быть кардинально изменено нужно нужно брать на себя ответственности принимать сильный смело эффективное решение заявил такая первая фраза согласен надо принимать сильные эффективные решения но разве можно набрать назвать все что сейчас как меры озвучено такая как сильный эффективное решение вы же видите я вам просто показал 42500 вы не получите проценты за кредит и основную сумму банки не могут не взимать клиента потому что они если это сделают они попадают в убыток банки будут банкротами и в первую очередь финансовый регулятор их накажет а если он это не сделает тогда банк не может заплатить деньги тем кто положил на депозит к ним потому что если клиент не возвращается соответственно банк не возвращает тем кто положил депозит видите насколько неграмотное было решение озвучено и вот разве эффективное решение о котором говорит такая я его процитировал смелый эффективный они должны быть смелыми и профессиональными в первую очередь Хасмжимарт а не просто смелыми и неграмотными и безграмотными дальше Хасмжимарт говорит я хочу донести до каждого члена правительства Акима что пришло время работать в ином режиме согласен такого кризиса не было раз в сто лет наверное сто лет назад было и никто не помнит как там было но все знают что было очень плохо те кризисы которые были предыдущие это скажем так игрушки по сравнению с тем что сейчас происходит согласен что нужно работать в ином режиме и теперь смотрите очень интересная фраза те кто не понимает остроты текущего момента и попытается действовать по старинке с подстраховкой как бы чего не вышло должны освободить место и нам иначе нам не победить в этой схватке но вы понимаете что Такаев мебель он вообще никакие решения не принимает и более того печально то что он не умеет их принимать он не профессионал я с ним работал в правительстве в одном и поэтому это не просто слова я его лично очень хорошо знаю я вообще удивлялся как он работает вообще министром иностранных дел потому что все что он делал это был набор слов мы между нашими странами дружим вечная дружба там чокнуться сказать какие-то красивые слова и все абсолютно я все время удивлялся как он может быть министром иностранных дел абсолютно не профессионал к сожалению Назарбаев именно таких собрал чтобы они не претендовали на власть чтобы они не были инициативными чтобы никто из них не мог получить поддержку народа он зачистил все пространство как он сказал один я торчу это касается иакимов городов областей это серая масса серой личности и поэтому взывать к ним чтобы они действовали по-иному это то же самое от мула требует чтобы он скакал как лошадь можно мулу говорить почему ты не скачешь как лошадь мул есть мул и поэтому в нашей стране к сожалению такая ситуация что профессионалов нет есть грамотные люди безусловно на втором третьем уровне но у них нет основного качества они не могут принимать решение потому что они боятся потому что если они какое-то решение примут их могут посадить в тюрьму и никто на себя эту ответственность не возьмет как бы ты к ним не взывал это не лошади это мулы к сожалению я здесь не просто ассоциативное сравнение делаю не пытаясь оскорбить я просто к сожалению говорю реальность и поэтому эти слова послужимарта остаются словами и больше ничем к сожалению вот такая вот ситуация уважаемые друзья и тот факт что вы не видите усиленной борьбы с коронавирусом вы не видите кто в этом государстве решит ваши вопросы связанные с выплатами с безработицей в этом же решении говорится что те кто пострадали от этого кризиса у нас несколько миллионов человек считаются самозанятыми просто по учету они нигде не числятся просто самозаняты кто покажет им помощь города Алмата Астана закрыли и многие люди приезжали из соседнего то есть за пределом города то ли таксисты то ли еще как-то теперь они не могут попасть в город чтобы оказывать услуги более того сейчас города вот эти стоят в режиме карантина они не могут такие услуги уже оказывать кто им поможет они типа самозанятые это вот такого такого рода программа она им не поможет вы понимаете да какая ситуация опасная тем более когда рынки не закрыты когда на этих рынках ходят тысячи сотни тысяч людей развитие болезни будет стремительным то есть мы сейчас в опасной ситуации я бы даже сказал катастрофической в этой связи я хочу озвучить наши инициативы и меня хотя упрекают говорят чтобы я не советовал дело в том что сейчас мне кажется вопрос стоит так или мы приходим на руины и поднимаем с нуля или мы все равно их отстраним поэтапно постепенно но мы что-то сохраним действующие институты инфраструктуры и так далее поэтому я сейчас хочу сказать следующее Хасанжимар тебе вы я знаю все ко мне очень плохо относитесь как я к вам как Назарбаеву лично к его семье Кулебаеву Масимову каждого из вас я знаю лично и очень хорошо ты это знаешь Хасанжимар сейчас вопрос стоит спасение страны спасение жизни людей в этой связи я сейчас буду озвучивать те инициативы которые я ранее говорил и еще раз их озвучу если ты действительно хочешь жить по-новому действовать по-новому действительно брать на себя как ты говоришь ответственность принимать сильные эффективные решения если ты даже их не понимаешь просто слушай что я буду озвучивать каждый из вас знает что я эффективный управленец что я грамотный экономист ни в правительстве ни в нынешнем ни в предыдущем не найдется ни одного человека который в состоянии сказать что Аблязов не профессионал это очевидная вещь если вы раньше могли не реагировать и принимать тупые решения сейчас время пришло такое что она просто накажет не только вас но и всю нашу страну я хотел бы этого избежать поэтому я сейчас буду озвучивать те или решения которые ты можешь просто вырезать на видео прийти к Назарбаеву который принимает окончательное решение прийти вместе с Каримом Масимом может с Тимуром Кулебаевым и просто сказать вот смотрите вот Мухтар такие меры озвучивают что вы скажете Султан Бишевич он меня тоже очень хорошо знает считает эффективным управленцем которого ненавидит он хочет чтобы я был рабом и был эффективным управленцем работал на него так не бывает итак что я тебе советую принимай решение иди к Назарбаеву вырежь мои предложения и тогда ты еще можешь сохраниться как президент ты можешь нанести минимальный ущерб ущерб в любом случае будет потому что вы эти меры будете принимать тяжело медленно оскаливаясь но эти меры нужно принять немедленно какие меры ну во-первых я хочу напомнить что сейчас нужно говорить о здоровье людей вы там деньги якобы собрали какую-то сумму 41 миллион долларов это вообще ничто вон Фатах Шадеев представитель евразийской группы который между прочим имеет активы в Казахстане и все что он зарабатывает он зарабатывает в Казахстане он объявил что он один финансирует через свой фонд и отдает Узбекистану 200 миллионов долларов один и зарабатывающий в Казахстане а вы тут все вместе у которого за каждым за плечом каждого который 10-20 миллиардов кое-как 41 миллион долларов собрали который в масштабах нашей страны вообще ничего и ясно что необходимо срочно вытрясти вам свои карманы минимум 10 миллиардов собрать я уже озвучивал где эти деньги у вас лежат каждого у вас официально по 6-7 миллиардов долларов по 5-6 имеет и вас там десяток вы легко можете сброситься только с одного контракта Тимур Кулебаев каждый год с газового контракта рубит полтора миллиарда долларов из которых 300-500 миллион долларов перечисляет Гоги Ашкенази каждый год поэтому эти деньги есть нечего у народа просить однодневную заработную плату и необходимо эти деньги срочно направить купить тесты купить приборы которые искусственно вентилирует легкие и так далее я не не углубляюсь медик это лучше меня знает главные ресурсы эти ресурсы у вас есть если один Шадиев выделяет 200 миллионов долларов которые зарабатывает в Казахстане а он по сравнению с вами вообще мелочь называется поэтому эти деньги есть это первое решение которое необходимо срочно принять и не клянчить у народа нищего второе надо заставить Тимура Кулебаева Тимур Кулебаев сам эти доходы не отдаст и Назарбаев будет тоже цепляться но Тейхас Мжамарт ему должен объяснить речь стоит уже о том что если вы не предмените быстрое решение наступит критическая ситуация когда десятки тысяч разъяренных людей потерявших работу не имеющие возможность купить продовольствие они просто снесут снесут вас вместе с Кулебаевым и со всем окружением Нусултана Назарбаева просто снесут и просто снесут не так просто вас попросит с ваших дворцов а снесут вас вместе с вашими дворцами поэтому ты должен сказать Касм-Жамарт Назарбаеву что вот Нусултан Абиш вот Мухтар говорит нужно срочно минимум в два раза уронить цены на нефтепродукты и даже на себя не бери удар ссылайся на меня и тем более что цены на нефть упали в два с половиной раза уже это только сейчас они упадут еще это существенно облегчит ситуацию в нашей стране и люди будут меньше тратить деньги на нефтепродукты на бензин это даст им как бы дополнительную подушку далее необходимо по примеру уже тех стран которые приняли такое решение мы первые озвучили это решение и она очевидна на поверхности в Соединенные Штаты Америки каждой семье выделяет две с половиной тысяч долларов и за каждого ребенка платит по 500 долларов я знаю что вы будете жаться поэтому пакет мер был скромный предложен ДВК а именно каждому гражданину включая младенца выплатить по 50 тысяч тенге немедленно эти деньги сейчас есть это будет какая-то поддержка иначе вы прекрасно знаете голодная толпа просто снесет этот режим и очень быстро осталось мало времени у вас второе надо немедленно списать проценты 7 миллионов 700 тысяч человек по кредитам в банках не просто говорит банкам спешите войдите в положение банки не могут это сделать они сразу разорятся необходимо выделить на это ресурсы я эти деньги уже посчитал вы можете это сделать далее всем медицинским работникам которые вообще в сфере медобслуживания работ включая водителя охранников с 1 марта до 1 июля когда предположительно этот кризис надеюсь завершится с развитием коронавируса выплатить по 50 тысяч тенге дополнительно ежемесячно выплачивать потому что сейчас основные тяготы борьбы с этим вирусом лягут именно на эти учреждения это 2 третьих необходимо бизнесу помимо тех решений которые вы принимали всем абсолютно малому среднему бизнесу разницу 10 годовых высчитать и заплатить прямо банком а банки спишут клиентам эти проценты это будет немедленное облегчение немедленное эти предприятия не обанкротятся и поэтому когда вы говорите пожалуйста сохраните рабочие места это ничего не значит а эти действия они безусловно окажут сразу прямое стимулирующее воздействие далее мы говорили что правительство должно выделить на все эти цели мы сделали расчеты 3 миллиарда долларов 3 миллиарда долларов а в реальности уже есть приблизительный расчет порядка 15 процентов от волового внутреннего продукта программ пакет помощи должен составлять сумму порядка 30 миллиардов долларов США эти деньги в стране есть и хасамжамарт сейчас существующие национальные компании пилят миллиардами это и нефтегазовые и любые другие предприятия которые так называем государственные ты прекрасно это знаешь и если вы хотите спастись вы просто должны перекрыть все каналы воровства тогда опять же будет определенное облегчение нашим гражданам весь пакет требований предварительный нами озвучен вы не принимаете эти решения тянете но чем больше вы будете тянуть тем будут страшнее последствия я готов регулярно эти меры озвучивать более того хасамжамарт ты можешь меня подключить заседание вашей группы я не буду это тиражировать рассказывать я готов вам оказать любую квалифицированную помощь какие действия нужно осуществить немедленные сейчас ситуация такова что ни министры ни акимы не подобраны так чтобы они действительно могли быть теми людьми которые принимать принимают решение и могут принимать решение но выбор за вами или вы вовлекаете тех людей которые действительно могут принимать решение или в стране будет катастрофа со всеми вытекающими тяжелыми последствиями для вас список я опубликовал мер поэтому хасамжамарт послушай мой анализ по поводу того что так называемые 10 миллиардов долларов пакет который ты озвучил это является липой это неосуществимо более того эти действия нужно делать сейчас и немедленно не давать две недели срок чтобы какие-то министры сидели спорили они к чему не придут и ты это прекрасно знаешь более того там сейчас собралась команда министров которые абсолютно профессионально не подготовлены не понимают как действовать в условиях кризиса пытаются все время руками прокуроров отрегулировать цены это невозможно невозможно надо принимать быстрое решение уважаемые друзья я сегодня озвучил часть пакета действий буду ли я озвучивать следующее это зависит от того какие решения примет правительство но это будет видно очень простые решения понизить цены в два раза на нефтепродукты это в их руках одним ударом в один день ценники могут смениться просто одним приказом потому что всем этим управляет Тимур Кулебаев второе выплатить немедленно по 50 тысяч тенге это тоже у государства такие ресурсы есть есть инфраструктура есть данные и самое интересное и важное что это затронет все слои населения даже тех так называемых самозанятых это затронет все уголки нашей страны не просто узкая опять верхушка опять будет обогащаться деньги будут распределяться по карманам этой политической верхушки нет все наши меры направлены на поддержку всей страны все граждан нашей страны вот Хасамжамарт выбор за тобой готов ли ты действительно следовать своим словам готов ли на себя брать ответственность готов ли принимать сильность смелые эффективные решения конечно я понимаю что эти решения принимают Назарбаев но у тебя есть возможность выслушать мою критику выслушать нашу программу прийти к Назарбаеву и сказать что если это не принять нам будет больно будет очень плохо вот друзья список мер я еще раз хочу объяснить что мы эти решения озвучиваем не для того чтобы режим прожил больше нет мы хотим чтобы чтобы этот кризис как можно меньше проблем создал нашим гражданам чтобы мы могли более-менее в мягком режиме выплатить и еще когда Назарбаев требует от бизнеса чтобы они вложили деньги что вы должны вы должны понимать что вот эта политическая верхушка они воруют миллиардами долларов и требовать от бизнеса мало в средний бизнес миллион тенге вложи и так далее я считаю это преступно тут и ко мне тоже звучат обращения от наивных людей от нурботов может быть я хочу по этому поводу тоже разъяснить меня спрашивают а сколько вы готовы пожертвовать ничем кроме своего времени советами консультантами почему во-первых вы все знаете что этот режим захватил весь мой бизнес он разорил меня я 20 лет борюсь с этим режимом я вложил туда гигантские средства свои время ресурсы и так далее и этот мой бизнес фактически захвачен назарабаем чтобы я не мог этого делать во-первых во-вторых вы знаете многие из вас что любые средства которые так или иначе поступают в страну они называются преступными люди которые получили от меня средства сразу попадают под уголовное преследование и сразу сажают в тюрьму третьих я 11 лет не живу в стране я свой бизнес сам поднимал своими руками ни у кого ничего не крал эти люди преступники находятся у власти они сейчас ежедневно крадут миллиарды именно они ответственны за тот кризис который происходит в нашей стране отсутствие диверсифицированной экономики именно они должны заплатить вернуть часть украденных средств и покрыть те проблемы которые сейчас в нашей стране существуют не бизнесмены не малый средний бизнес не Мухтара Блязов который и так ограбили который 5 лет просидел в тюрьмах и получил массу ударов от этого режима нет этого не будет никогда даже если вы меняете средства были бы их бы при появлении в Казахстане режимы все равно конфисковал поэтому не говорите мне это не пишите я считаю это глупые такие предложения откровенно говорю это глупые предложения не понимающие что происходит в нашей стране и моя цель образовывать людей объяснять что делать вот на этом я хотел бы завершить сегодняшний эфир вы должны знать что этот режим все равно ничего полезного не сделают это будет показуха когда говорят демократия это показуха когда говорят свобода слова это показуха что не делать это режим это просто вранье но сейчас критическая ситуация я считаю своим долгом изложить взгляды что нужно делать в экономике в политике какие реформы нужно делать чтобы действительно смягчить последствия этого кризиса а кризис действительно страшно надвигается нашу страну я считаю что я должен это сделать я это делаю но я прекрасно понимаю что этот режим все равно не будет соответствовать требованиям времени все время будет запаздывать они все время будут обманывать и все равно наступит момент когда десятки тысяч разъяренных людей выйдут и снесут этот режим к сожалению но важно чтобы это происходило без разрушительных последствий для нашей экономики потому что завтра нам временному правительству нужно создавать органы управления на местах нам нужно управлять страной и нам нужно чтобы все это двигалось последовательно по нарастающей вверх и мы это можем сделать во всяком случае все шансы для этого мы должны использовать Алга Казахстан по нарастающей